Время, время, время Время, время, время Время, время, время Время, время, время Теперь у нас третий докладик Ихван Гириханов Тоже очень известная личность Он бывший председатель аппетитационного суда Неоднократно доказал свою принципиальную позицию Сейчас он государственный советник первого класса И заместитель аппетитационного суда международного Причем, пожалуйста Спасибо После Дагира, конечно, тяжело говорить Ибо я адвокатскую деятельность прекратил 30 лет назад Ну, прежде всего Салам алейкум Марш довел и здравствуйте С чего я начал? Прежде всего я мусульманин, здороваюсь как мусульманин Марш довел Приходи свободным по-чеченски Здравствуйте, знаете, будьте здоровы Как можно приходить свободным Если мне говорят Ты должен говорить на этом языке А на этом ты не должен Поэтому я особо эмоционально не буду Но в то же время я хотел моральную сторону До юриспруденции Сегодняшняя ситуация Это старая забытая Мое поколение еще знает и помнит И в жилах течет кровь, которая с молоком Я родился в депортации И в 70-80-х годах точно так же запрещали говорить на родном языке Нам говорили в общественных местах Как вам не стыдно Это без культуры Говорить на том языке, который не понимают другие В школах говорили В институтах говорили В техникуме То есть мы не могли говорить на родном языке Потому что было постановление ЦК КПСС И президент Верховного Совета Будучи уже взрослым Когда я уже закончил институт У нас был один человек Который женился на ненациональной Женщине, так скажем Несвоей национальности Его... Почему я это сравниваю? Мы ему говорили Если бы у нас был такой же орден Октябрьской революции Как у тебя У нас карьера была То есть поощрялось тогда Поощрялось и у тебя движение шло вперед Более того Сегодня зачем нам говорить Обязывать нас Говорить на ином языке Помимо родного Я уважаю русский язык Я его люблю Я читаю стихи Я увлекаюсь литературой Но Когда говорят на моем родном языке Языке моей матери Я начинаю волноваться Моя душа начинает волноваться Почему я говорю так? Любую Возьмите Стихотворение Это будет Или Песни Или Когда на русском языке Ты воспринимаешь мозгом Нравится Не нравится Возьмем Как говорится Международные термины Музыка нравится Но когда Друг начинает Петь на родном Языке Начинает волноваться Душа Как можно говорить О душе Отрывая От родных Пинатов От Молока От Груди Матери На чеченском языке Есть такое Слово Муатбу Амду Муатбас Амбас Есть язык Есть народ Нет языка Нет народа Более Скажу серьезно Родной язык Это душа народа Это душа народа Если у меня оторвать Язык Я тлен Я никто Я бездуховный человек Значит я Атеист Я наш Я делаю все то что мне нравится Наш я забываю Обычаи Культуру Которую веками Веками Каждый из народов Нес с собой Сейчас не говорим о меньшинствах Это слово мне не нравится Во-первых Международный термин Нет такого слова Меньшинство Не определили Просто сказали Потому что Количество И в России Нет Ни в конституциях Ни в государственных отношениях Слово Меньшинство Есть коренной народ Значит Значит А если я коренной Я должен Знать свой язык Я обязан Должен Обязан Знать свой язык Более того Давайте экономическую сторону Почему нам навязывать Сегодня Необязательность Изучения Родного языка Значит Учителя Будут сокращаться Финансирование Будет сокращаться Родители Которые Продвинутые Не захотят Изучать Родной язык И будут В 70-е годы В 80-е годы Кто говорил по-русски Значит он Продвинутый Кто на родном Он не продвинутый То есть Отнимается Финансирование А это бьет Очень сильно Это значит Что Просто Родной язык Перейдет Обыденный Семейный Кухонный Язык Вот к чему Призывает нас Новый проект Закона Который Очень быстро Хотят принять До сентября Куда спешить Кто сказал Что родной язык Мешает Русскому языку Наоборот Они переплетают Создают ту ауру Для человека Который Знает Передовое Знает свое Родное И берет середину Дисциплину Забирая у меня Родной язык У меня забирают Дисциплину Обычай Культуру Чего нам навязывать Обязательность Одного языка И не обязательно Другого Сегодня Русский язык Он обязательно Посмотрите В республиках Я беру Северо-Кавказской Нет ни одной Конституции На родном языке Никто не пишет Судопроизводство Нет на родном Языке Общаемся На русском языке Зачем Вот этот закон Нужен для того Чтобы Будоражить Национальные Мое национальное Чувство Зачем Вот зачем Значит Сегодня Убирается Родной Обязательный Завтра Это место Займет Русский язык И хочешь Не хочешь Ты будешь говорить По-русски Постепенно Через 10 лет Через 50 лет Старит общая масса Которые говорят на одном языке Только Те Продвинутые Родители Которые Сегодня очень много беженцев Из России В Европе У них Дома говорят На родном Там Они уже Менталитет Совсем другой Уже люди Другие Нет Патриотизма Нет Отчизны Вот это Как раз Будет у нас Через 50 лет Может не у нас Далеко не у нас У наших детей Внуков Правных Это моральная сторона Юридическая сторона Есть у нас закон Который принят Это Европейская хартия Региональных языков И языков меньшинств Не или Там как написано Резолюция И Самый свежий Закон 92 года При вступлении При подаче Заявлений Россия Обязалась Подписать Этот договор Хартию В течении года В 1997 году Данный договор Не был подписан По сей день В 2001 году Подписали Но не Ратифицировали То есть Россия Сознательно Не делает Самое главное Ратификации После Ратификации Он становится Обязательным Но если ты подписал Ты должен Хотя бы Выполнять рамки Не делается Далее Международный Пакт ООН О гражданских И политических правах Но он был Принят В 60-е годы СССР Россия Правоприемник И там прямо Указано Что данный договор Данная Конвенция И пакт ООН Является Обязательным Исполнением И там Как раз Говорится о Национальных меньшинствах О том Что надо соблюдать Права коренных Народов И прямо Сказано Ни в коем Образу Не вмешиваться По уменьшению Уничтожению Языка Культуры Образования Вы когда-нибудь слышали Что Какой международный День Языка Да Конечно Кто отмечает Мы Вы отмечаете 21 февраля Международный День Гродного Языка Это Должен быть Всенародным Праздником Но Отмечает На Кавказе Не отмечает Я знаю Поэтому Надо исходить Из того Что из международных Обязательств России Не говорит о том Что закон плохой Хороший Принят Не принят А обязывает Не Ушимлять Права Коренных Народов Далее Есть у нас Верховный Комиссар Совета Безопасного Совета Европы Национального меньшинства У него нет Дела Из России Потому что Ни одна Жалоба к нему не поступила Я Проводил Хронологию Никто не обращается То есть у нас Все хорошо У нас Все прекрасно Поэтому он Практически без работы Он только Африкой занимается Далее есть в Харте Национальных языков 92-го года В этой Харте Прямо указано Родной язык Для каждого этноса Должен превалировать Над другим Ну что Дальше что говорить Национальный язык Это культура человека Это культура нации Еще раз говорю Это душа нации Есть декларация ООН О правах Лиц принадлежащих К национальным Этническим Религиозным Языковым Меньшинствам Опять таки Данную декларацию Россия Не ратифицирует Прецедент Я бы не сказал Умышленно Отказ От своих международных Обязательств Декларация ООН О правах Коренных народов Это самое важное Для нас Не говорю о меньшинствах О коренных народах А мы представляем Россию Вообще Федерация Давайте проведем Аналогию Со Швейцарией Которую я неплохо знаю Конфедерация Там Пять языков государственных И в каждом кантоне Например В данном случае Федерация Русский язык Да Но в кантоне пишут Судопроизводство Все На том языке Лугана Итальянский Женева Французский Цюрих Немецкий А что нам мешает Дойти до этого Тогда язык Обогащается Родной И переходя Уже в язык русский Он тоже его обогащает И наоборот Далее Конвенция Конвенция ЮНЕСКО По борьбе с дискриминацией В область образования Советский Союз В 1962 году принял И до сих пор Россия Не отзывается на это Конвенция о защите прав человека Конвенция о правах ребенка Всеобщий То есть международные обязательства Международные обязательства Международные обязательства Людей Этого государства Заставляют так Чтобы соблюдать Правила поведения Как сказал правильно Дагир Я как раз международник В любой конституции Российской Национальной В любом кодексе В любом федеральном законе Всегда Есть статья Если Это не предусмотрено Внутри государственного законодательства Применяется норма международного права Где применяется Если Мой Хороший знакомый Бывший друг Зорькин Говорит Мы принимаем Постольку поскольку Это Конституция Нашей Приемлемо Не должно быть так И закругляясь Я все таки Внес бы в резолюцию Следующее Я бы хотел бы Эту аудиторию Мне было бы Много больше сказать Если бы это было Крыминское дворце съезд Потому что Нельзя создавать Большое Говорит о большом В кулуарах Нельзя Лучше бы мы вон на улице Собрались бы и сказали Больше было бы Желающих послушать Поэтому Я бы Нес бы Резолюцию Созвать Съезд Коренных народов Вот Тогда Можно На этом съезде Принять такое решение Заключить с федеральным Центром Хартию Рамочный договор И так далее Вы не вмешивайтесь Самое сокровенное Душевное И мы тоже не вмешиваемся Более того Закон о Разграничении Полномочий Эта статья Должна быть Обязательна Иначе Мы превращаемся В одну массу Мессива Без культуры Без образования Без языка Без Героисповедания Так скажем Потому что Правильно говорит Дагир Быть мусульманином Не преступление Но это Отягчающие обстоятельства Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы к докладчику есть? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не назвали Рамочную Конвенцию В защите Национальных меньшинств Но там очень много Прописано Она Была принята В 1996 году Ратифицирована Законом В 1998 году В России Я хотел В этой связи спросить Можно ли эту Конвенцию Использовать В судебных спорах В том числе на европейском Уровне В плане защиты И языковых И религиозных Прав И прочих прав Коренных народов А также Меньшинских Национальных Петнических Религиозных Культурных Языковых И так далее Ну Есть общее правило Дагир Лучше скажет В этом плане Потому что он практик Я теоретик Все Что не запрещено Разрешено То есть Такого запрета нет Что нельзя Значит можно Да Да Там есть Если Возволите Я объясню Да Как раз таки Мы когда жалуемся Есть общая Конвенция Которая охватывает Европейский суд по правам Человека Которого Ратифицировали И есть уже практика Складывается за последние лет Два Очень успешная И мы То есть мусульмане Только начинаем Первые дела Потому что мы не доходили Отправляли И забывали И соответственно Мы уже создаем Определенную практику Первый вопрос Нам нужно там В Европе доказать Что какие-то нормы Этой конвенции нарушены Обязательно наш суд Если вы обращаетесь Российский суд У нас сказано Стороны сами доказывают И обстоятельства На которые ссылается Путем утверждения Возражения Но приносит этот закон Суд это не учел Соответственно Нарушение статьи Отсутствие Беспристрастного Справедливого суда Нарушение Все Мы охватываем это Дальше идет статья девятая Там Религиозные и иные Свободы связаны Национальным характером Десятая С ним Примыкает Свобода слова И поступку И так далее То есть минимум Несколько норм ты находишь Потом Европейский суд Конвенцирует Говорит Вот это приемлемо или нет Они определяют на первом этапе В принципе такая возможность есть Максимально надо использовать Только у них требования В национальных судах Надо все время Ссылаться на международные нормы Если ты не ссылаешься Ты теряешь право Обращаться там В национальных судах Редактор субтитров В общем Лучше Редактор субтитров